Родской лиан студентов вместе с областным центром молодежных инициатив провели акцию под названием «Хамкор. Забота» и пригласили пожилых женщин в ресторан. Рассказывает Денис Онищенко. На праздничный обед студенты пригласили 70 пенсионерок. Тех, кто по разным причинам сейчас живет один и нуждается в особом внимании. По данным социальных служб, таких в Актауна считывается 640 человек. Поэтому активисты призывают жителей города поддержать их инициативу. Цель нашей акции – показать, что студенты и молодежь всегда вместе с нашими бабушками, которые живут одни. Мы хотели создать им праздничное настроение. Наша благотворительная акция называется «Милая мама». И мы призываем присоединиться к ней, всех горожан, молодежь и бизнесменов. Среди гостей праздника – ветераны войны и труда. Когда началась Великая Отечественная война, Деляре Бирюковой было всего 8 лет. Но она тоже вступила в борьбу с врагом, стала связной в партизанском отряде, действовавшем в Крыму. Самое главное, по словам фронтовички, это мир и согласие в нашей стране. Я среди молодежи часто вращаюсь. Я сама педагог-психолог. И сейчас я на пенсии, и когда меня спрашивают молодежь, это самое счастливое время в вашей жизни. Я говорю, молодежь, цените время, будьте достойными этой жизни. Время проходит быстротечно. Самый счастливый период – это вот сейчас. На память о празднике студенты вручили бабушкам подарки и заверили, что возьмут над ними постоянное шерство. Денис Анищенко и Ренат Дусалиев, агентство Хабар из Актау. Первым под открытым небом, песнями, танцами и весельем проводили зиму и отметили последний день Масленицы накануне в Алматы. На этом празднике каждый из нескольких...